Подходят люди и спрашивают, где Жуковский наблюдатель. Протягивают бланки какие-то или что там было. Да, и просят помесить или печать поставить, что-то такое. Отметить его надо, еще там что-то. Итак. У нас нет права дать. Мы не знаем. Обратитесь, позвоните еще раз. Узнаете поточнее, потому что нам уже приходили, мы не знаем. Ничего об этом, мы не знаем права. А потом они вас должны будут, что делать. Мы должны поставить галочку или еще, чтобы потом идти в агитационный центр. А где находится он? В Левлеокеана. В Левлеокеана, да? Агитатор. А вы с этим корешком к людям молодым в красных повязках с какой целью подходили? Объясните, пожалуйста. Друзья, я еще не ходим, приходил. Друзья, я еще не ходим, приходил. Молодой человек, а почему вы руки распускаете это, во-первых? Скажите его, пожалуйста, на камеру. А что это, мы должны показывать? Не трогайте! Не трогайте! Не трогайте! Ребята, идите за полицейским, точно. Один, быстрый за полицейским. Понял. Быстрее! Ты вам деньги платят? Нам ничего не платят. Мне ничего не платят. Так на корешке у вас написано, что вы за вытюка агитировали? Нет! Покажите, что у вас написано на корешке. Да сейчас! Может я пизду свою показать? Нет, спасибо, не надо. А к этим молодым людям вы зачем подошли? Сигареты. А что же вы не курите? А потому что мы не курим. Подписала там, написала 500 рублей и вторую бумажку они дали мне подписать и расшифровать свою фамилию и все. А вот вчера пришли и уже удостоверение требуют. Назад. Мы вам заменим на другой и получите тысячу. Мы видим людей, которые приходят и голосуют за вытюка. Так вы отправляйте этих людей, потому что это провокаторы. Вызывайте милицию, подводите их в милицию. Ну вот смотрите. Это вы смотрите и задерживаете. У нас уже все зафиксировано. Сегодня утром, как мне сказал охранник, я сама этого не видела. Но приезжала милиция и забрала штаб полка. С тех пор к них наверх ходят толпы народу в ожидании денег. Всех отсылают на завтрашний день на 12. Сегодня 31 марта. Деньги выплаты. Но бесплатные цены у нас только очень ловкие. А почему вы считаете, что их нужно было закрыть? А как вы? Вообще это все нормально было? Там типа агитация была. Агитация? 500 рублей давали? Агитация? Ну говорят, да. А вы считаете, что это была скупка голосов? Ну да. Я считаю, что это подка. Ну это, короче, пиздец. Провокация. Коммунизм. Ну что деньги не дают? Ну короче, на Гагарина 6 закрыли пункт приема, ну выдачи денег. Да. И деньги не дают? Да, стоят люди и деньги, как им обещали, не дали. Не дают деньги. Ну вот если бы тебе предложили за деньги продать твой голос, ты продал бы? Да, потому что он не имеет значения в принципе. Почему ты думаешь, что твой голос не имеет значения? Ну потому что все и так понятно. А если бы все люди не продавали свои голоса? Мне никто не предлагал, и поэтому я хочу, чтобы мне предложили продать свой голос. А тебе нравится твоя страна, в которой ты живешь? Нет. Изначально уже понятно, кто победит. И это изначально договорено между кандидатами, да. И поэтому выборы не имеют никакого смысла. Если бы выборы были честные когда-нибудь, то что думаешь, что они были бы именно с такими же процентами, как есть? Ну, нет, конечно. Если бы выборы были бы честные, то тогда было бы все классно. И мы бы с девушкой хотели бы голосовать каждый день. Вы занимаетесь тем, что гоняете тех людей, которые пытаются заработать. Вы не гоняете Единую Россию отсюда. Вы должны быть против этих людей, а не против нас. Мы вам чем мешаем конкретно? Мне нужно просто... Вы подошли и отняли нас с работы. Нет, мы-то свое бабло все равно получим. Проблема не в этом. Просто мне интересно зачем это делать. Вы на самом деле сейчас не помогли людям? Мы помогли заработать мне честные деньги. Ну да, а сейчас бабушке нечего есть, будет удовольна. А вы довольны тем, что эта бабушка умрет при такой власти? Да, ну хотя бы сытой. Да пошли вы нахуй все.